Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 декабря, день Савы. В честь преподобного отца Савы, освященного, 8 лет он отправился изучать Слово Божие в монастырь, постиг грамоту и принимает христианство. Стрижется в монахе, 10 лет проводит в постоянных молитвах и посте, потом на 5 лет затворился в пещере, затем постился близ обители Герасима и Орданского. К Саве начинают приходить ученики, образуется Великая Лавра. По молитвам Сава творит чудеса. Он обладал даром исцеления больных и пораженных бесами. На Саву морозы усиливаются. Сидели дома, чтобы, выйдя из дома, не заблудиться и не замерзнуть. Приметы. Не рекомендовалось сегодня заниматься серьезными делами, они не шли впрок. Нельзя сегодня ругать тех, у кого имеется средство передвижения. Ругань сегодня к беде. Если сегодня красный огонь в печи, это к стужи. В этот день не сватаются, брак будет несчастливым. Если сегодня кто-то в семье умрет, это к смерти близкого человека через год. Беременной женщине сегодня голову мыть не стоит, иначе у ребенка будет плохая память. Если сегодня появится снегирь, к потеплению. Рыхлый снег стал немного таять с просветами, это к потеплению в ближайшие дни. Если в этот день выпадал иней, это примета к хорошему урожаю овса. Вот. Ну, Танюша, ты уж извини, попробуй из моей кружечки. Что за напиток у нас получился? Ну, это уже прям коктейль. Да, получился коктейль. И когда мы еще здесь завариваем боярышник, у нас получается такой своеобразный настой, который помимо того, что улучшает работу печени, очищает ее, нормализует желчоотделение, очищает почки, очищает кровяное русло и к тому же еще поддерживает работу сердца. То есть получается, что с помощью вот такого простого напитка мы с вами можем действительно значительно повысить энергетический потенциал организма и прекрасно прожить в холодное время года. Правила приема есть? Правила приема, конечно, есть. Но тут важно сказать, что передозировки вот нету. Единственное, насчет только сладкого укуса. Если склонны к сахарному диабету, тогда меда или сахара можно поменьше. Кстати, вместо меда, конечно, можно использовать какие-нибудь там джемы, можно использовать какие-то сиропы. Они также будут хорошо действовать. Потому что не всем мед показан. Например, вот я, если часто слишком попью такой чай с медом, у меня может возникнуть и жога. А если, допустим, там с сахарком, с каким-то сиропом, с вареньем, такого не возникает. Про правила приема я имею в виду до еды, после еды, с чем? Лучше всего пить до еды, как отдельный прием пищи. За сколько? За 30 минут нормально? Лучше всего за 30 минут, достаточно даже за 10 минут. Все это успеет сосаться, рассосаться. И только наш желудок согреется и подготовит органы пищеварения к полноценному приему пищи. А после еды? Через час-полтора? Да, лучше бы смотреть, какая еда. Если еда будет жирненькая, мясная, то где-то аж через 2, а то и 3 часа. Потому что тут она находится, жирная пища долго находится в желудке. Просто это важный момент, некоторые же называют сквозь уши. Типа, я поел, и через 20 минут, типа, чай. Только вместо чая шиповник. А смысла тогда не будет. Все, о чем вы услышали... Нет, работа будет какая-то полезная. Как будет? Будет? А какая? Но не такая, как хотелось. Наиболее полезна она будет тогда, когда мы шиповник, настой шиповника с болезнишником примем как отдельный прием до еды. Хорошо. Натаща. И хорошо еще вечером. Вечером, уже перед тем, как лечь спать, можно примерно такую кружечку, потому что много не надо. Я подготовила семена. Подготовила. Просто для того, чтобы попробовать. Попробовать, что у нас получится. Да, на кофемолке. Буквально здесь столовая ложка. Мне очень хочется попробовать это с мёдом. Значит, здесь тогда надо как можно сильнее измельчить. Слушайте, у меня все руки чешутся, потому что это стекловато. Да-да-да-да-да-да. Кстати, не просто они чешутся. Они колются. Съедаем шиповник, особенно в свежем виде. Он, проходя через весь желудочно-кишечный тракт, чешется у нас и на выходе. Поэтому будьте осторожны с шипунечком. Но зато семена обладают уникальными свойствами. Так. И начнём перемалывать. Убираем. Перемалываем. Получается вообще очень интересное средство. С одной стороны, оно хорошо подпитывает наш организм микроэлементами. С другой стороны, здесь имеются все биологически активные вещества, необходимые для жизни. Поэтому средство получается уникальным. Так. Вот мы его измельчили. Вот здесь вот можно смешать. Теперь давайте. Теперь сразу же делайте такую порцию, чтобы вы её съели. Давайте вот с этим мёдом. Ну, в смысле, я имею в виду не с сиропом, а с мёдом. Хорошо. Или с этим, или с этим. Хорошо. Вот этого хватит? Хватит. Давайте. Вот. Значит, сразу делайте такую порцию, чтобы её съели. Вот у нас как раз мёдом есть. И мы сюда только, опа, добавили. Ну, мы же здесь же съедим с вами. Съедим, я думаю. Ну, ещё осталось. Так, теперь всё это мы перемешиваем. Ну, это, я уверена, точно надо воспринимать как отдельное блюдо. Блюдо такое редкое, правильно? Это очень редкое блюдо, потому что мы обычно никогда не используем косточки. Мы их там выбрасываем или ещё. А в косточках содержится самая полезная, ну, будем говорить, для здоровья части растения. Ну, а саму мякоть, которая осталась от производства косточек, я вот кладу обратно. Вкусненько. Надо было ещё немножечко помолоть. И, значит, здесь просто-напросто надо рассасывать. Потому что твёрденькие есть. Не глотать, а лучше всего рассасывать. Ну-ка. Ну, я не смогу рассасать крупные фрагменты косточки. Ну, ничего, это можно было бы, пролочить потом или выплюнуть. Слушайте, какие-то прям казинаки. Ну, какие-то казинаки есть. Полезные. Где-то надо было немножечко меньше мёда взять. Тогда у нас вкус был бы больше такой. То есть это уже получается такой какой-то... Биологический стимулятор наших жизненных сил. Вообще, то есть как элеутерокок. Может быть, даже более сильный. Но действие будет более мягкое. То есть сильно и мягкое. Так сказать, не сразу элеутерокок, а выпил сразу. О, какой. Ну, вот если в течение зимы мы с вами пропьём вот этот чай с шиповника и боярышника, наше сердечко будет работать великолепно. И мы особо даже и с простудами не будем знакомы. Здорово. Но, естественно, переедать не надо. Добро вам здоровья. Спасибо. Спасибо, Елена Петрович. Самое главное, стеклянная колба должна быть в термосе. Вот, я поняла. 22-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушёные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. 23-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная. Поэтому её важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после охрабить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!